МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главы администрации представили свои планы по развитию города. А деликатес или это? Работники Россельхознадзора продолжают проверки колбасных изделий производства белорусских мясокомбинатов. Что случилось? Подробности инцидента вокруг дрессированных слонов Корниловых в Рязанском цирке. Ну а теперь обо всем подробнее. На этой неделе завершилась подача документов на вакантную должность главы администрации Рязани. Успели собрать и подать документы к установленному сроку всего пятеро претендентов. В четверг состоялось заседание конкурсной комиссии. По итогам рассмотрения документов Антон Князев и Денис Никитин не допущены к участию в конкурсе из-за несоответствия требованиям по стажу работы. Загнодательно установлено, что кандидаты должны иметь стаж государственной или муниципальной службы не менее шести лет, либо стаж работы по специальности не менее семи лет. Трое других претендентов, допущенных к конкурсу, это Александр Очалов, Олег Булеков и Александр Селиванов, в пятницу представили выступления по основным направлениям социального и экономического развития города. Теперь комиссии предстоит оценить программы, представленные кандидатами на должность главы администрации Рязани. Рейтинговое голосование пройдет на следующем итоговом заседании. Ну а сейчас о другом. В Рязани начинаются памятные мероприятия, посвященные 20-летней годовщине начала военной кампании по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике. Ветераны боевых подразделений почтили память своих погибших товарищей при выполнении заданий. Традиционно в годовщину ввода российских войск в Чеченскую Республику ветераны боевых действий вспоминают павших в бою товарищей. Церемония возложения цветов прошла у памятника на площади имени генерала Маргелова. Ветераны боевых действий на Северном Кавказе, выполняли долг и защищали конституционный порядок. Среди них был и выпускник 29-й школы, командир парашютно-десантного взвода Дмитрий Сидорин. За героизм и мужество он был награжден медалью за заслуги перед Отечеством второй степени, а орденом мужества посмертно. Торжественно открыли мемориальную доску выпускнику 29-й школы Дмитрию Сидорину. Он погиб в 2001 году во время выполнения боевого задания в Чеченской Республике. На памятном митинге, посвященном открытию мемориальной доски, присутствовали представители городской власти, педагоги, а также родственники погибшего. Глава города Андрей Кашаев отметил, в эти дни Россия отмечает важные события, которые начались 20 лет назад. Военные действия на Северном Кавказе. Сегодня здесь, на здании школы номер 29, открывается доска, посвященная Дмитрию Валерьевичу Сидорину. Мы очень надеемся, что вы, ребята, и те, кто будет учиться здесь, входя в школу, вспомнят тех людей, благодаря которым на нашей великой земле царит мир. Память Дмитрия Сидорина и всех погибших при выполнении воинского долга почтили минутой молчания. 12 декабря главному юридическому документу России Конституции исполнится 21 год с момента ее принятия. В здании правительства Рязанской области, в зале для торжественных приемов, чествовали жителей области, приурочив церемонию вручения региональных наград ко Дню Российской Конституции. В преддверии Дня Российской Конституции Олег Ковалев отметил перед веков нашей области государственными и региональными наградами. Каждое государство – это прежде всего люди. И каждая страна гордится своими лучшими, наиболее достойными гражданами, такими, как вы, присутствующие сегодня в этом зале, трудно перенеслить ваш вклад, внесенный в дело развития страны и Рязанской области. Важно на свойствующий труд, профессионализм, стремление достигать все более высоких результатов, легли во слов базовых составляющих устойчивого роста нашей экономики и совершенствованной социальной сферы. Это люди абсолютно разных профессий – банкиры, бухгалтеры, энергетики, работники культуры и образования, представители власти и СМИ, ученые, водители, дизайнеры. Все они ежедневно трудятся во благо развития статуса нашего региона, во благо будущего поколения. Сегодня здесь представители многих подрослений в промышленности и социальной сферы. Это производственники и преподаватели, ученые, и работники финансовых структур, военные и даже алюшники. Дорогие коллеги, дорогие друзья, уважаемые товарищи, государственные региональные награды, которых вы удостоены. Это не только официальное признание ваших личных достижений, это еще и символ благодарности жителей региона за ваш честный, легкий добросовестный труд, за ваше творчество, за ваше право. Я поздравляю вас и с праздником, и с вашими заслуженными наградами. Принятие Конституции стало фундаментальным и, несомненно, важнейшим событием для Российской Федерации. И наше государство строилось вот на таких трудягах, на людях, которые не боятся работы и, более того, любят ее и делают от души. А во Дворце молодежи состоялся концерт, приуроченный к 20-летию начала военной кампании на Северном Кавказе. 20 лет назад, 11 декабря 1994 года, началась кампания по наведению конституционного порядка. В память об этой войне организаторы фестиваля провели концерт для ветеранов. Исполняется 20 лет со дня начала конституционной операции на Северном Кавказе. Конечно, это скорбная дата, это памятная дата, потому что свыше 8 тысяч жителей Рязанской области стали ветеранами боевых действий. Им вручили удостоверение ветеранов боевых действий. Это в два раза больше, чем наших жителей, прошедших десятилетия Афганской войны. Но мы считаем, что наши парни с честью выполнили свой воинский долг и защитили конституционную целостность Российской Федерации. Музыкальный фестиваль уже стал ежегодным событием. Он направлен на взаимодействие между ветеранами воин, курсантами военных училищ и воспитанниками кадетских классов. Перед началом концерта получили награды и исполнители военно-патриотических песен. 13-й год он уже проходит на территории Рязанской области. Два дня жюри отбирало лучших исполнителей военно-патриотической песни, лучших исполнителей из Рязани, из многих районов области. И вот сегодня во Дворце молодежи начинается галоконцерт победителей, призеров, лучших исполнителей отобранных жюри. Это поистине уникальные голоса, уникальные песни. В галоконцерте участвовали певцы из разных городов. Исполнители поразили зрителей своим талантом и проникновенным исполнением военно-патриотических песен. Особенно тронула сердца слушателей песня «Бухенвальский набат» в исполнении Виолетты Лихачевой. Воспитание чувства гражданственности и патриотизма у современной молодежи стало особенно актуальным в нынешних политических условиях. Подобные фестивали, где молодые люди общаются друг с другом, наверняка поспособствуют формированию и выработке нужных сейчас для укрепления отечества качеств характера. А теперь о продуктах, вернее о ценах на них. В конце ноября Госдума попросила Федеральную антимонопольную службу проверить цены на пшеничную муку, рисовую, гречневую крупу и макароны. Сообщается, что больше всего в 2014 году подорожала гречка. Стоимость крупы выросла в половину. Но сотрудники ФАС не выявили фактов ценового сговора. Продовольственная инфляция в ноябре 2014 года в годовом выражении составила более 12%. Мы попытались сравнить цены и узнать у горожан, ощущают ли они повышение стоимости продуктов. На этой неделе в Рязанской области вновь значительно подорожала гречневая крупа. Ее цена повысилась на треть. Об этом свидетельствуют данные специалистов Рязаньстата, исходя из их мониторинга цен на потребительском рынке региона. Также стоимость куриных яиц выросла более чем на 8%. Картофель и рис на 5%. Впрочем, горожане практически в один голос уверяют, что им уже приходится ограничивать себя в покупках продовольственных товаров. Эксперты отмечают, что цены на молочные продукты также выросли в среднем на 5%. Однако бояться не стоит. Как уверяют специалисты, это обычное сезонное явление. Осенью и зимой цены выше из-за того, что снижается производство молока. А потребность в этом продукте возрастает. Сегодня литр в среднем по стране стоит примерно 56 рублей. Призваны удешевить продукты питания, ярмарки выходного дня. В городе регулярно каждую субботу во всех микрорайонах Рязани устраиваются площадки, где местные жители могут купить качественную и относительно недорогую продукцию региональных фермеров. Кстати, и статистика в пользу ярмарок. Цены здесь традиционно ниже, чем в магазинах. И еще на неделе получила продолжение истории с белорусской колбасой, в которой специалисты Россельхознадзора обнаружили вирус чумы африканских свиней. В начале декабря сотрудники ведомства изъяли из магазинов Рязанской области колбасы, содержащие этот опасный вирус. Сейчас Россельхознадзор запретил поставку продовольствия в Россию более 20 белорусским предприятиям. А вопрос о возобновлении поставок обсудят на встрече ветеринарных инспекторов стран Таможенного союза. Крупная партия белорусской колбасы, завезенной в наш регион в середине ноября, была взята под контроль ветеринарной службы Рязанской области. Причиной столь кардинальных мер, по словам представителей Россельхознадзора, стало то, что в ходе проверки партии колбасы в документах не был проставлен штамп с пометкой «Груз учтен», что является злостным нарушением правил ведомства. Раз в отношении продукции не подтверждено ее качество, ветеринарная и санитарная безопасность, эта продукция может быть небезопасна как человеку, так и окружающей среде. Эта информация уже успела устареть, как наверняка и сама колбаска. 17 ноября 2014 года по становлению губернатора Рязанской области введены временные ограничения на ввоз сеноводческой продукции без согласования с органами ветнодзора. Тем не менее, в нарушении указанных ограничений в Рязанской области продолжает поступать продукция, в том числе и с Беларуси. При этом уже неоднократно выявлялись случаи обнаружения в продукции белорусских производителей генома вируса АЧС. В начале этого месяца ситуация повторилась. В региональное управление Федеральной службы по ветеринарному надзору поступила информация о том, что на прилавках продуктовой ярмарки в Петелинском районе вновь появилась колбасная продукция из Беларуси. На этот раз проверка показала присутствие в продукте вируса АЧС. При проведении входного контроля на ярмарке в районном поселке Петелино были отобраны пробы колбасы производства Беларуси, Мерский мясокомбинат, в которой впоследствии Рязанская областная ветеринарная лаборатория выявила геном вируса АЧС. Что хочется сказать об этом вирусе? Вирус АЧС не опасен для человека, для жизни и здоровья человека, но несет в себя огромный экономический ущерб, поскольку в случае выявления данного вируса в свинопоголовье свинопоголовье уничтожается в радиусе 20 километров. Данная продукция изымается и уничтожается в целях недопущения дальнейшего распространения вируса. Уничтожается путем сжигания. К сожалению, в случае не единичной, так и до начала декабря, также поступало в управление информация. Колбасная продукция была изъята и уничтожена. В связи с учащением случаев проявления белорусским производителям подобного рода халатности, ввоз их продукции на территорию нашей страны запрещен управлением Россельхознадзора до особого указания. В интернет-изданиях во вторник стали появляться сообщения о покушении на слонов в Рязанском цирке. Больше месяца в городе выступала семья дрессировщиков Корниловых со своим шоу «Карнавал слонов». Через день после завершения гастролей артисты в социальных сетях стали сообщать о попытках отравления животных. Шоу Корниловых «Карнавал слонов» больше месяца находилось на гастролях в нашем городе. 7 декабря прошло последнее представление, а сегодня утром в социальных сетях появилась тревожная информация. Якобы любимцы публики намеренно были отравлены. Однако ужасы о 10-сантиметровом гвозде, который проглотила слониха и отравленной воде, в цирке опровергли. Ну, слухи, как всегда, у нас явно преувеличены. Как вы знаете, слухи моей смерти, они преувеличены. Ну, по сути, знаете, что произошло? Ну, заболела слониха. В общем-то, это, ну, не сказать, что обычное явление, но бывает, как и люди болеют. Ну, запоносило, скажем, какие-то нюансы с ней произошли. Причин здесь может возникнуть разный. И аллергия на разнотравье. Все-таки их не постоянное место обитания России, как вы понимаете. Могло скользаться где-то качество, может быть, определенное качество воды. Все-таки воды они пьют много. Могло то, что, допустим, в тех же самых овощах лишние нитраты оказаться. О причинах недомогания можно будет судить по результатам специальных анализов, которые сегодня взяли у слонов представители отдела зоотехнической ветеринарной работы Росгосцирка. Ну, а в том, что сейчас артисты чувствуют себя хорошо, мы убедились лично. Нашу съемочную группу проводили в Слоновник. Животные действительно выглядели здоровыми и энергичными. Более того, они с удовольствием угостились предложенным им хлебом, а после этого, видимо, решили немного поиграть. Ну что ж, имеют полное право, вскоре начнутся и гастроли в других городах. И мы надеемся, что к ним они приступят, находясь в добром здравии. И еще рязанские полицейские сообщили о задержании черных лесорубов, которые покусились на национальный заповедник Мещерский. Злоумышленники успели выпилить почти полгектара деревьев. Сотрудникам отдела МВД по Клепяковскому району поступила информация о том, что на подведомственной им территории недалеко от поселка Чулис нещадно вырубается лесной массив. По словам местных жителей, на делянке работают несколько человек с бензопилами, трактор и лесовоз с погрузчиком. Такая активность на территории национального парка Мещерский показалась людям подозрительной. Слышу, работают пилы. Я подошел к забору, гляжу хруст такой, уже бадают деревья. Рабочих суд не много, было человек 4-5. Техник я не видал у них. И гляжу, обнаружил вот такой барзак, наваленные деревья. Установлено, что вырубку леса шлял индивидуальный предприниматель по договору с администрацией национального парка Мещерский. Правомерность договора и правомерность выполненных работ устанавливается в рамках уголовно-процессуального законодательства. Оперативники, проверив информацию, обнаружили следы работы спецтехники и людей. Злоумышленники успели выпилить около полгектара лесного массива. На сегодняшний день сотрудники полиции проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. А ребята, учащиеся средних классов, в день Конституции в торжественной обстановке получили главный документ гражданина – паспорт. В зале для торжественных приемов зданий правительства Рязанской области собрались ребята-отличники учебы, школьные активисты и юные спортсмены со всех районов региона. Всего около 30 человек. Все они получили, причем из рук губернатора Олега Ковалева, главный документ гражданина Российской Федерации – паспорт. Символично, как отметил глава региона, это событие для ребят состоялось в день Конституции. Это особый праздник. Он олицетворяет собой гражданский мир и согласие в обществе. Конституция закрепляет такие приоритеты нашего государства, как соблюдение прав человека, целостность страны, единства народа, в котором ее населяют, и суверенитет нашего государства. Надеюсь, что и вы будете расти патриотами России, ее опорой и защитой. Сегодня в этом зале собрались лучшие ученики, спортсмены, победители Олимпиад и творческих конкурсов. Глядя на вас, я уверен в нашем будущем, в будущем Российской Федерации, в будущем Рязанской области. Далее Олег Ковалев пожелал ребятам успехов в учебе и труде на благо Рязанской области. А в ответном слове девушки и парни, почувствовав себя уже полноценными гражданами, заверили собравшихся в выполнении пожеланий главы региона. В городской думе состоялось вручение поощрительных стипендий. Глава Рязани Андрей Кашаев вручил поощрительные премии студентам рязанских вузов, обучающимся по специальности государственное и муниципальное управление. Будущих госуправленцев отметили за научную и социально-активную деятельность. По словам Андрея Кашаева, подобные меры необходимы для того, чтобы дать стимул студентам на дальнейшую активную деятельность. Ряд вузов готовит студентов по данной специальности, по этой специальности, которая дает фактический инструментарий, управленческий инструментарий. И очень важно, чтобы наши лучшие студенты понимали, что есть форма, есть содержание, есть инструменты, есть содержательная часть, но это уже их мудрость, их воля, это их силы. Они должны вникать в ту или иную специфику, в той, которой они будут заниматься, и той, которой руководить. И для того, чтобы они были, более задумывали, скажем, над тем или иным вопросом и на своей будущей профессии, как преломить свои знания, как их приложить к тому, чтобы именно получился хороший результат на том месте, где они работали. Для этого и существует система поощрений. В первую очередь, это стимул, стимул продолжать дальнейшую учебу, отличную, дальнейшую научную деятельность. Ну и, конечно же, просто это очень приятный бонус, тем более в преддверии Нового года, в такой прекрасный день, как День Конституции. Очень приятно получить от муниципалитета такую награду. Поощрительная премия присуждается студентам, достигшим успехов в учебе, а также за активное участие в общественной жизни и высокие результаты в научно-исследовательской деятельности. От того, насколько качественной будет подготовка студентов и управленцев, напрямую зависит будущее нашего региона и нашего города. Специальность дает именно определенные возможности для кадрового потенциала, улучшения кадрового потенциала, в том числе и в нашем городе, и в регионе. Поэтому от той подготовки будет во многом зависеть то, кто придет в управленческие структуры и, соответственно, насколько будет серьезен и высокий результат данной подготовки. Поэтому очень надеемся, что среди тех студентов, которыми награждаем, будут и те, кто придет во власть, во властные органы и будут приносить пользу как нашему государству, так региону и нашему любимому городу. Мы продолжаем рассказывать о детях, которые не получают материнскую любовь и ласку. Без попечения родителей в Рязанской области до сих пор остаются десятки ребятишек. Однако есть люди, кто не может пройти мимо чужого горя. Они принимают к себе воспитанников детских домов и создают полноценную семью. Для каждой семьи настает время, когда дети, вырастая, вылетают из родительского гнезда. Для многих родителей это становится испытанием, но похоже, в семье Голубевых такой момент придет не скоро, а может быть не придет никогда. Уже сейчас у них пятеро внуков, а сколько их будет в будущем даже представить сложно, ведь в их семье 11 детей. На этих фотографиях наши дети и старшие, и младшие. Здесь вот старший сын с женой, вот на той фотографии, старший сын с женой, это вот старший сын с маленьким, со своим сынком. С Русланом. Да, скоро у них еще пополнение. На той фотографии дочка с мужем, они поженились три года назад, внучек три годика уже, так что, а это вот маленькая дочка. Николай и Екатерина вместе уже около 30 лет. Они всегда хотели иметь много детей, но вот о том, чтобы стать приемной семьей, задумались только тогда, когда их дети стали разлетаться из родительского гнезда. Так, с течением времени в семье Голубевых появились пять девочек и два мальчика, для которых жизнь в такой большой и дружной семье стала настоящим подарком. Сначала Екатерина и Николай хотели взять одного ребенка, но так получилось, что взяли сразу троих. А спустя четыре года в доме появились еще четыре девочки. Среди них самые непоседливые и на сегодняшний день самые маленькие Маша, Оля и Алена. У моей России светлые лиснички, у моей России голубые очи, дачи важном сиям, ты похожа очень. На вопрос, почему супруги решились принять семерых детей, они отвечают, что просто почувствовали, что в их силах помочь этим детям, подарить им свою заботу, ласку и настоящую семью. Может быть, вот сказали бы мне раньше, там, один из детей для меня бы тоже был шок, но сейчас вот мне кажется, тут мало как. Понимаете, вы их и не видишь никого. Ребята, в свою очередь, тоже дарят родителям свою искреннюю детскую любовь, хорошие отметки в школе и свои успехи. Вот, например, Александр очень любит рисовать и сегодня его работы согревают душу Николаю и Екатерине. Я как-то увидел картинку, попробовал как-то ее тоже перевести на бумагу. Я удивился, когда у меня получилось это. Потом мама мне сказала, приходи в художку, я пришел, нарисовал, тогда еще, может, маленький был, не понимал, и ушел, не приходил больше. Потом еще раз меня через два года загнала, но уже когда взрослел, уже понял, туда и остался там. И стали уже работать, занимать первые, вторые места. У каждого ребенка свое увлечение, свой характер, но друг за другом из-за своих родителей они стоят горой. Конечно, не всегда и не все гладко, но проблемы и трудности возникают в каждой семье. Трудности были, да не есть, но как бы нет нерешаемых трудностей. Главное любить детей и все трудности решаются. Идеальных детей нет, ни маленьких, ни больших, так же, как и нет идеальных родителей. А детям и не нужны идеальные родители, им нужны родители любящие. История семьи Голубевых продолжается. Вскоре у них появится еще двое мальчишек из детского дома. Это был завершающий материал нашего итогового выпуска. Желаем вам приятных выходных, берегите себя и своих близких. И до встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин